Привет! Сегодня бы хотела заснять видео о себе, а точнее о фактах о себе. Факты будут немножечко странные, иногда порой вообще какие-то непонятные. Снимая я это видео не одна, а совместно с прекрасной девушкой Аней, которая мне предложила заснять вместе какое-то видео, я согласилась, была очень рада этому. Спасибо ей. Мы очень долго думали над идеей, потому что уже полно каких-то тегов, которые такие заезжены, полно у меня было каких-то видео. Спасибо, что она подстроилась, мы выбрали именно это видео. Я всю информацию оставлю внизу, а теперь давайте начнем. И первый факт обо мне это то, что я очень-очень ленивая. Может быть по видео этого и не скажешь, потому что я то готовлю, то еще что-то делаю. Но факт остается фактом. Можно немножко переделать Шекспира. Делать или не делать? Вот в чем вопрос. Такой вопрос у меня встает постоянно. То есть учить, не учить стихотворение, учить, не учить химию, физику и так далее. То есть ехать, не ехать туда и постоянно такой вопрос. И в итоге я выбираю то, что хуже. Потому что после того, как я пошла на работу, спортзал и ты-ты-ты-ты-ты, я стала намного ленивее, потому что я безумно устаю. И, наверное, если есть два варианта, и один из них спать, то я выберу, конечно, спать. Поэтому сразу говорю, да, я очень ленивым даже сегодня. При выборе макияжа я была такая столь изысканная, что на мазю колы губы помады и села снимать. Вот. Следующее. Я уже сказала. Второй факт это то, что я работаю. Ну, как работаю? Беру ноутбук или еще один там ноутбук, или большой ноутбук и печатаю. Или делаю презентации. Или еще что-то делаю. То есть все, что связано с документами, это все мое. Это все ко мне. Вот. За каждую продельную работу получаю определенную сумму и, в общем-то, ее и трачу. Это вот кому было интересно, потому что когда тогда работала, связано там все с косметикой было, теперь нет. Теперь я работаю в документах и могу сказать, что это, наверное, единственная работа, которая мне больше всего не нравится. Именно не из-за того, что как бы сейчас я ее делаю, она мне нравится. Но если выбирать в дальнейшем, какую работу я хочу, это будет работа стоять на последнем месте, честное слово. Потому что постоянно сидеть за компьютером и делать что-то с документами, это не для меня. Следующее. Много кто спрашивал, на кого я учусь, где я учусь. Раскрываю вовесу тайн. Я учусь в Петровском колледже на стилиста-визажиста. Последующие этапы буду учиться на туриста. Туриста? Я и так турист, господи, на туризме. А после уже буду сниматься в университетику этого кино и... Хотела сказать, в монтаже натуры. Что это за слово? Кино и журналистики. Вот. Вот так вот. Пока у меня такие планы. Не буду полностью там у всех раскрывать, где, на какую специальность, так далее, и зачем. Вот. Это вот у меня такие планы. Следующий факт это то, что... О, боже, да. Такой факт, конечно, странный. Четвертый факт это то, что я не люблю топовых блогеров. Но как сказать не люблю? Именно тех, у кого уже подписчиков, ну, больше где-то трехсот. Потому что смотря их видео, я уже понимаю, что половина из них делают их не очень-то большое удовольствие. Ну, честно. Потому что часто видео потребляется. Ой, ну мне же денюжка там слетит или еще что-то, или еще что-то. Мне это, честно, даже немножко расстраивает. Потому что я вот, например, делаю это только в удовольствие. Потому что я не подключена никаких партнерским программам. Мне одно что-то предлагали, я отказывалась. Но понятно, да, что когда ты можешь зарабатывать на своем творчестве, это прекрасно. Но говорить об этом, постоянно упоминать, вот это мне не нравится. Например, мне нравятся какие-то блогеры там Оксаночка, Ладочка, там Ниночка. Ну, то есть много таких блогеров есть. Но я уже понимаю, какие снимают ради денег, а какие снимают именно ради того, чтобы поделиться своим мнением или просто ради удовольствия. Поэтому есть такие люди, которые мне уже просто неинтересны. Даже когда-то я их видео смотрела просто взахлеб, но теперь я просто противница. Следующее. Да. Пятый факт это то, что я люблю бросать дела наполовину. То есть, например, делаю какую-то работу. Представим, работа курсовая по физике. И я взяла вариант, чтобы печатать все лекции в электронном виде вместе с картинками. Потому что у меня для картинок есть специальная инструментишка, бамба, pen and touch. Рисуешь что-то, что хочешь, и все переносится на компьютер. Прекрасная вещь. Вот. Так что я могу сказать? Я так и не доделала ничего. Я тоже сама делаю с видео. Я их сниму, я их начну монтажировать и заканчиваю монтажи. И сейчас у меня три видео есть, которые просто надо сделать монтаж. Но я настолько ленива, настолько усеврисаю, поэтому половинка только видео готова. И это был пятый факт обо мне. Шестой факт обо мне это то, что я очень много, прям очень-очень-очень-очень-очень много бубню. Может быть, вы сейчас это запоминаете. Запоминаете. Что это запоминаете? Вы мне информацию запоминаете самое важное. Может быть, вы сейчас это замечаете, но это на самом деле так. И я бубню очень много в плохом настроении. То есть, не знаю, в метро меня кто-то толкнул или еще что-то, и все, целый день просто. Я ничем не довольна. Я постоянно вот хожу, и у меня такие все, да хватит бубнить, как старая бабка. Мне и родители, и подруги, и сестра, и брат все говорят об этом. И родственники, потому что я реально много бубню. Если я чем-то недовольна, конец всему дню. Реально, я его испорчу всем. Потому что если меня толкнут, я буду целый день ходить просто. Нам сказали взять учебник, я буду просто... Ах ты, ё-моё, зачем этот учебник? И начинается, и поехали. Зачем нам этот учебник нужен? Да я его таскать не буду. Даже если я его буду таскать, я все равно буду говорить, что не буду. Да, вот сейчас, может кто заметил. Седьмой факт обо мне, это то, что матные слова я заменяю словом мандаринка. Это совершенно недавно у нас появилось. Так как за лето я нахваталась в хороших людей очень много и очень большим количеством матов. Ну, реально очень большим, я бы сказала. Я в обществе, когда оно для меня просто безумно-безумно-безумно открыто, то есть как бы я уже общаюсь очень давно, понимая, что это как бы мои друзья, я начинаю почему-то материться. Я не знаю почему, но это реально происходит так, и в моей голове я уже понимаю, что все надо отучаться, потому что это просто ужасная привычка, просто прям ужасная-ужасная. Лучше иметь слова-паразиты, чем иметь маты, вот честно. И поэтому мы с девчонками решили, что у каждого будут разные слова на маты. У кого-то мандаринка, у кого-то мяу, у кого-то цветочек. Вот, и теперь отучаемся, и, кстати, я могу сказать, что действует теперь, я уже как-то хочу сказать что-то, и говорю, мандаринка, и все понимают, что это эмоциональное, вот что-то такое. Но позже я уже буду отучаться от мандаринки, чтобы не употреблять ни то, ни другое, а то иначе будет странно с незнакомыми людьми подходить там, общаться. Мандаринка! В общем, вы меня поняли. Следующий факт, восьмой факт обо мне, это то, что мне нравится Рома Желудь. Сейчас все отпишутся от канала, все закроют видео. Но нет, этот факт не в том смысле, что я фанатею от него или еще что-либо. Мне именно нравится, что этот человек такой открытый, делает интересные видео, интересно мыслит. Может быть, он и пиарится неправильно, может быть, еще что-то делает не так. Но все равно, блин, даже вот песни его, ну, я не знаю, конечно, лайк, 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 мне это вообще просто. Но вот последние песни к Новому году были очень прикольные, он хорошо перепел исполнители. В общем, мне нравится то, что он делает. Я смотрю его видео, как и видео остальных блогеров, не нахожу ничего там плохого. Может быть, он на кого-то тому похож, может быть, он там кого-то, блин, делает. Может, он только на мамины деньги. Мне, честно говоря, это все равно. Он делает это качественно, и это приятно. Он отдается этому делу, и это приятно. Потому что нет такого, чтобы он глянулся с деньгами. У него деньги и так есть, ему ваши просмотры ничего не дают. Так что я не знаю, не понимаю людей, которые высыпают у него просто кучу негатива. Это, конечно, их право, но, простите, они какие-то нагло просто повернутые, раз так, извините, критикуют человека. Девятое. Самое, наверное, не знаю. Я хотела сказать, какие группы я люблю. Я люблю и попсун, конечно, но да. Девятый факт это то, что я обожаю рок и все, что там связано с такой вот сильной музыкой. А еще, конечно, я люблю русский рок. И вот вы ничего с этим не поделаешь, но русский рок просто во мне засел. Любые кино, сплины, фигины, все это во мне. Ну, реально, я обожаю. Сейчас хотела просто продиктовать название Гриб, которое я люблю. На самом деле, Гриндэй у меня почти самая последняя, но это самая любимая моя группа. Я ее просто обожаю. Я ее слушала, наверное, с 2003 года, если не ошибаюсь. Потому что группа, на самом деле, уже очень старая, но песни у них великолепные. Кто бы что ни говорил, кто бы не ржал, что «Ха-ха, зеленый день, что за бред для названия группы?» Вот, но мне очень нравится данная группа. Очень люблю их творчество, очень люблю их песни. «Булливардов Броки Джимс», не знаю, «Сентембренд». В общем, очень крутые песни, хватающие за душу, иногда просто поднимающие тебе настроение, когда ты под них идешь, такая крутая. Но самая лучшая группа, под которую прикольно ходить по улице с подругой, если она ее смотрит, это видео, то «Привет, Полина!» Это «Ати-ди-си-ти-ри-ти-ти-ти». Самая лучшая песня — это «Дорога в ад», потому что когда мы идем, вот реально мы направляемся именно туда. А, следующая — это «Сумма-41», наверное, больше всего мне нравятся песни о человеке, который там пытался стать прекрасным, просто перфект. Перфект. Следующая — это «Гуд Чарлет» — «Систембренд». Да, иногда бывают там такие песни, просто уши вырвать можно. Вот, «Голливуд Андет», «Манофест», «Линкен Парк» — это стандартно. «Сина Бизар», может быть, кто-то знает. Группа эта давно уже, на самом деле, распалась, но песни мне, их нравились, я их до сих пор слушаю, потому что они у меня все сохранились и на телефоне, и на MP3-плеере. Куда же без этой группы? «Рамштайн». Это просто, это «Вздорови мои ушки», но я это обожаю. Конечно, самое это «Духаст». У меня даже на звонке на телефоне стоит «Духаст». Поэтому, следующая — это «Фаузенд Фуд Краш», «Скрилакс». Я не знаю, почему мне «Скрилакс» нравится, наверное, потому что под него просто круто танцевать, особенно в «Джаз Дэнсе» есть такие классные треки под него. Потом «Фри Дэйс Грейс» и «Тротин Гестедэй». «Тротин Гестедэй» — это я взяла песню из клипа «Наруто». И да, следующий факт обо мне — я люблю «Наруто». И я люблю не только «Наруто», я люблю аниме. Сейчас еще половина людей от меня пишется, но я люблю такие мультяшки-фигашки, мне интересно их смотреть, интересно смотреться событиям, потому что сейчас мало нормальных каких-то мультиков есть. Я смотрю только старые аниме, я не смотрю... Ну, «Наруто», конечно, новый, но его я смотрю просто из интереса, потому что мне уже хочется, чтобы он побыстрее закончился, а он все не заканчивается. В общем, вы меня поняли, да? Вот, поэтому я смотрю аниме, кто не знал, пишите, советуйте что-то, может быть, что-то интересное у вас будет. Следующий факт — это то, что я люблю «Папсу», так называемую, новую музыку. То есть «Леди Гага», «Риана», «Бьонсе», «Кеша», «Ники Минаж», «Девушки, вы все мои». Вот, также мне нравятся «Адам Ламберт», «Мика», много, короче, кто мне нравится. То есть я слушаю разнообразную музыку, я могу слушать даже рэп, например, «Эминем» — это... У меня одна подружка из колледжа сейчас подсадила на песню «Бьютифул». И еще песенка, она, блин, я даже не буду ее петь, потому что это, конечно, капец. И еще два факта — это то, что когда я занималась больше косметикой, у меня ее был просто дефицит, как мне казалось. Я всегда думала, боже, все, у меня дефицит косметики, надо срочно покупать косметику. Сейчас же я думаю совершенно по-другому, мне кажется, что у меня просто профицит косметики, ее просто слишком много, прям слишком-слишком много. А с техникой было совершенно по-другому. Я считала всегда, что, боже мой, у меня профицит уже этой техники, куда мне столько техники? Сейчас же я просто на ней помешана. Есть два ноутбука? Нет, давай, это мало, давай еще компьютер купим, у меня же есть еще один компьютер, но это мало. Есть iPad, слушай, давай я камеру купю. Да, у меня же видеокамера есть, но мне же надо еще другую камеру и так по наклонной. Единственное, что я сейчас не покупаю, это телефон, я хожу с телефоном, которому уже лет семь. Потому что я не понимаю, зачем вообще телефоны новые эти, каждый, блин, полгода покупать новый телефон. Это просто полнейший бред, я этого не понимаю, я никогда не буду покупать какой-то, блин, навороченный телефон. Собака скребется в двери. Так, следующий факт обо мне, это 14-й. Я обожаю смотреть сериалы, но не те, которые прям знамениты уже, какие там Шерлоки, что там еще? Доктор Кто вроде, да? Брекинг Бэт и еще что-то. Я их смотрела, я не знаю эти сериалы, поэтому, конечно, посмотрю когда-нибудь. Но я сейчас смотрю такие сериалы, которые уже забыты, там, типа, Дурнушки, Не родись красивой, блин, одно и то же почти. Вот, потом, в общем, много чего смотрю, я, честно говоря, сейчас уже не вспомню все названия. Единственное, что я смотрела с такого более нового, это Отбросы, Сверхъестественные, Дневники вампиров и Молокососы. Да, Молокососы, Скинс же. Вот, вот так вот, поэтому тоже такой фактик обо мне. Пятнадцатая, это то, что я хожу в спортзал, и вы уже просто все прожужжены всем этим информацией, вы об этом знаете. Ну, это тоже, как бы, факт обо мне, поэтому, кто смотрит меня впервые, может быть, узнает что-то отсюда. Шестнадцатая, это самый странный факт обо мне, но я люблю миндалевое молоко и рисовое. Половина из вас даже не представляет, что это такое, но я это люблю, ребят. Даже не то, что люблю, я это обожаю. Вот. Семнадцатое, я ненавижу контакт. Почему я его ненавижу? Потому что контакт это отстой. Вот, честно, это отвратительно. Единственное, ради чего туда я захожу, это музыка. Переписываться я там не люблю, потому что, во-первых, когда там... Ну, мне вообще мало пишут, это раз. А два... Не знаю, во-первых, меня бесит то, что постоянно какие-то сообщения остаются непрочитанными, и их уже потом не найти. То есть сейчас у меня пять сообщений, которые непрочитаны, хотя у меня все прочитаны. В общем, тоже контакт меня, извините, обманывает, как хочет. Поэтому, ну, не знаю, мне не нравится, в группах я не сижу, никакие картинки не смотрю. Вот единственная, да, музыка. Музыку я слушаю, как в утром просыпаюсь, я постоянно включаю контакт, чтобы нажать на кнопочку «Музыка», я просто слушаю музыку и пою. Вы знаете, там, крашусь, одеваюсь и... Пол этой глазины вот куда-то уже туда улетела, ну, я буду петь. Вы что? Следующий, восемнадцатый факт и предпоследний, можно так сказать. Я двадцатый не буду сюда вставлять. Это то, что я хочу работать консультантом. Странно немножко, да, я знаю, но я хотела бы в восемнадцать лет работать консультантом либо в Ичиндэйме, либо в Ильдебате. Не знаю почему, но вот есть такое стремление. Я как-то, не знаю, наверное, может, по моей специальности захотелось мне все-таки поработать. В общем, да потом мне хочется работать, чтобы пробники можно было открыто на себе пробовать и смотреть на новую косметику, честно. Потому что там все-таки дорогая косметика, а просто ходить сейчас по магазинам, пробовать все... Для меня это как-то странно, потому что на меня и так смотрят постоянно все в магазинах. А еще я что-то буду трогать, так это вообще просто все внимание будет ко мне. Девятнадцатый факт это то, что я... да. То, что я немножко повернутая, потому что читала я совершенно недавно какую-то либо статью, либо еще что-то, что человек, который постоянно переставляет... Мне даже смешно об этом говорить. Человек, который постоянно переставляет мебель, он немножко ненормальный. А я перестановку делаю постоянно. Если я мою пол и утираю пыль, то перестановка обеспечена. У меня диван этот бегал уже во все стороны. Он был здесь, он был вот здесь, он был здесь, он был там дальше, тут дальше. В общем, он был уже во всей комнате, кроме того места, где стоит шкаф. Потому что шкаф просто не сдвинутый. За ним нет обоев. Ну реально, я какая-то повернутая на этом. Сейчас единственное, почему мне надо перестановку именно так оставлять, потому что Xbox, Just Dance, там этот Kinect, там у меня комнатка маленькая, и мне надо именно пространство оставлять, поэтому половина мебели просто уехала из моей комнаты. Хотя она мне на самом деле и не нужна была, но что ж поделать. И ладно, двадцатый факт обо мне. Я скоро перееду в новую квартиру. Это так, это, да, факт. Вот так вот. Спасибо вам огромное за видео. Спасибо, Анечке, за идею. Всего хорошего, пока-пока. Пишите свои комментарии, пишите мнения о моих фактах. Есть ли у вас какие-нибудь схожисти, там, не знаю, в аниме в музыке, я бы не знаю, кроме жёлуди. А что такого, а что такого, реально? Ребят, у каждого свои интересы и вкусы, и я просто рассказала то, что вам может показаться немножко странным. Пры-вирдо-вирдо. Ладно, ещё раз всем пока-пока. Люблю, целую. Ваша Света, ненакрашенная макака. Ладно, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова